Муж моей подруги сделал ей на годовщину их знакомства необычный и красивый сюрприз – парашютный прыжок с самолета. Она была в восторге, хотя сначала испугалась. Весь процесс был отснят на видео, облачение в костюм, иноземный инструктаж, полет для набора высоты, собственно прыжок в связке с инструктором, свободный полет, благополучное приземление на зеленую лужайку в объятия любящего супруга. Десятиминутный ролик на память входил в стоимость аттракциона. И вот она с гордостью демонстрирует сей фельмец соседям, тоже молодой паре. Сосед в задумчивости произносит – а у нас вот тоже скоро годовщина. Затем поворачивается к своей дрожащей половине – может мне тебя с поезда сбросить. У Андрея есть сестра. Ей 10 лет, а ему 22. Лет пять назад ей подарили набор букв, магнитов и специальную доску для них, чтобы ребенок развивался и учил буквы. Хороший был подарок, только доска была маленькая. Букв было много, не хватало для длинных предложений, и она составляла фразы на большой белой металлической двери холодильника. Это было очень удобно. На холодильнике висели разные позитивные фразы, типа «Я люблю маму, папу и Андрея». В наборе не предусматривались знаки препинания, да и не были они нужны. Андрюша начал тусить рано. В 13 лет он сделал себе татуировку на предплечье, тогда же начал портить дворовых девочек. А еще у него родители часто отдыхали на даче и забирали с собой дочь на все выходные. Очередным воскресным вечером родители вернулись. Андрей прекрасно знал, что девочки убрали все, отмыли всю посуду, парни выбросили весь мусор. У меня такие тусовки были на квартире пару раз. У меня родители редко покидали дом надолго, а девочки действительно старались, правда иногда получались конфузы. Например, как-то раз мама вернувшись, обнаружила дочисто вымытую солонку, что ее несказанно удивило. Не помню, как я опроверг все инсинуации, но думаю, мама, конечно, все поняла. Так вот, Андрей четко знал, что придраться не к чему. Несмотря на весь садом и гамору, которые устраивали в квартире в течение суток, убрано все было как в казарме к приходу сержанта. Однако его позвала на кухню мама. Андрей, у тебя была вечеринка? Да что ты, нет, Серега заходил, по школе надо было задание сделать и все. Да? Да. И прямо кроме него никого не было. Девушки? Ну нет, соседка за солью заходила, но внутрь не заходила. Марья Васильевна? Ну да. Ну хорошо, тогда иди, сказала мама и снова внимательно посмотрела на дверцу холодильника, где буквами детской магнитной азбуки было аккуратно выложено. Танька, ты офигенная! И внизу благодарные подписи. Серый, Миха, Дрон. Про загадочную русскую душу. Сидим как-то с парнями в баре. Все уставшие и злые. Молча пьем водку, никого больше нет. И вдруг открывается дверь и вваливается двое, еле держась на ногах. Один из них спрашивает. Ребят, сколько время? Самый злой из нас возьми и ляпни. Семьдесят два. На лице у первого не отразилось ничего. А вот второй произнес. Тогда еще по пиву успеваем. Моей дочке было четыре года. Муж в командировке пять месяцев. И вот ребенок в очередной раз упрашивает меня родить ей маленькую сестренку. Я сказал, что пап далеко, а без него я не смогу заиметь ребенка. Но ее вопрос. Почему? Ответила, что женщина без мужчины не может иметь детей. Дочка, немного подумав. А давай дедю Влада позовем. Сажусь в маршрутку. Заняла место у окна. Водитель, подождав, пока машина заполнится, тронулся в путь. Последним в маршрутку влез молодой мужчина с большой сумкой. Мужчина тяжело отдувался и вытирал со лба повод. Через несколько мгновений его пожилая соседка громко к нему обратилась. Завидую я вашей жене, мужчина. Все пассажиры мигом проснулись и стали заинтересованно прислушиваться к разговору. Дама между тем продолжала. Обычно женщины с сумками таскаются. А вы вот жене помогаете. Такую тяжесть волочете. Польщенный мужчина смущенно забормотал. Ну что вы. Она объемная. Просто сумка-то не тяжелая. Да тяжелая, тяжелая, перебила его женщина. Килограммов тридцать. Я же чувствую, вы мне ее на ногу поставили. Весь салон грохнул от смеха. Мужчина покраснел, засуетился, передвинул сумку, а потом, когда пассажиры успокоились, доверительно сказал соседке. Знаете, у меня теща такая же. Вроде бы ласково со мной разговаривает, хвалит даже. А я себя постоянно харьком ощущаю. Наверное, у вас тоже зять есть. Пассажиры засмеялись еще раз и под этот бодрый смех я вышла на остановке. Эту историю мне рассказал друг, который учится на программиста. Проходил, значит, он практику в одной компьютерной фирме. На телефоне сидел, отвечал на звонки. Звонит дама средних, скажем так, лет. Говорит убойную фразу. Знаете, я тут в интернете посидела, скачала несколько файлов, но сейчас я вот посмотрела, оказывается, мне один из них не нужен. Как мне его обратно вернуть? Добавил пользователь дзен Владимир Н. Утром всей семьей завтракаем. Все разговоры только об СВО, НАТО. И тут моя внучка четыре года спрашивает. А девушек в армию берут? Отвечаю, что берут в основном медработников, связистов и людей, умеющих стрелять, то есть снайперов. Ввиду того, что день весенний и погода позволяет, было решено обедать на улице в беседке. После просмотра парада на Красной площади я пошел заниматься шашлыком. Во время приготовления мяса подходит ко мне внучка и задает вопросы. А медработники это те, кто бинтуют и уколы делают? Утвердительный ответ. Внучка продолжает. А связисты в трубку кричат? Утвердительный ответ. А кто такие снайперы? Спрашивает меня. Отвечаю, что это люди, которые стреляют на большие расстояния и так метко, что попадают мухи в глаз. Внучка задумчиво ушла. Во время обеда внучке попался слегка пригоревший лучок. Я говорю ей, чтобы она отложила в сторону, и потом мы его запульнем в компостную яму. После окончания обеда посуду сдвинули на край стола, и все разбрелись по своим делам. А бабушка с внучкой сели играть в нарды. И тут в беседку залетает огромная муха, и стала так противно жужжать с контр-октавы. Бабушка, не отрывая взгляда от игры, обращается к присутствующим со словами, чтобы убили эту нечисть. Я сидел в кресле-качалке и увидел, как внучка берет десертную ложку, в нее кладет пригоревший лук, имитируя катапульту. Запулила в муху. Боги, что это, как? Она попала в летящую муху. Тут же подбежала и пяткой превратила муху в мокрое место. И поставив руки в бок, заявляет. Теперь я снайпер. Я смог выдавить из себя только звук «ы-ы-ы» на протяжении пяти минут. Дальше был гомерический смех до начала праздничного салюта. Вот так растут настоящие защитники Родины. Добавлено пользователем дзен рулон обоев. В девяностые, в самый понимаешь разгар, приключился со мной фантастический случай. Припарковался я на главной улице города около одного магазина, но только стоянка там была запрещена. Ну, думал, успею, по-быстрому. А нет, выхожу, а около машины уже милиционер стоит. Подхожу. Он ваш автомобиль. Я домой, вот документы. Думаю, сколько же зарядит. А он пожурил слегка за несоблюдение правил и говорит, езжайте, но старайтесь впредь не нарушать. Можете не верить, но все так и было. Как обычно, после работы я поехал с площади Ленина на троллейбусе домой. Ну, как обычно, подходит кондукторша. Я ей даю червонец, она дает мне сдачи 4 рубля. Пока нет больше мелочи, говорит она, отдам, как появится. Ну, я жму плечами и начинаю ждать. Нагло в почтамте заходит какой-то паренек, лет эдак 25, и встает аккурат между мной и кондуктором. Тут у кондукторши, наконец, отыскивается 4 рубля, и она, похлопав этого паренька по плечу, просит передать их мне. Смотрю, у парня в глазах плохо скрываемое недоумение. Вроде как, все должно быть наоборот. И тут меня пробивает. В кармане куртки у меня лежало несколько билетиков с прошлых поездок. Так вот, я молча беру у парня 4 рубля, отсчитываю два билетика и прошу его передать обратно кондукторше. Я бы много отдал за памятный фотоснимок его лица, когда он проделывал эту операцию. Кондукторша, еле сдерживая смех, молча положила билеты в сумку. Зашел в туалет, хочу закрыться, а никак. Дверь с двухсторонним замком и ключа нет. Смотрю, крышка бачка чуть сдвинута. Поднимаю крышку, на дне бачка лежит ключ. Достал, заперся. А раньше ведь не любил квесты. К нам в компанию часто приезжают иностранцы. И естественно, мы знакомимся с ними, все равно работать вместе, типа обмен опытом. Так вот, что раз приключилось, когда с одним из иностранцев знакомился один из наших сотрудников по имени Сергей. Произошел такой казус. Сергей протягивает руку и говорит, «Меня зовут Сергей». А иностранец отдергивает свою протянутую руку и в ужасе переспрашивает, «Сергей?» Так эта кликуха к нему и пристала. Давным-давно работала моя знакомая, жена моего друга, сисадмином в одной конторе. И была у них машина-шестерка. Получилось так, что на этой машине, кроме хозяина, ездил еще его свояк и я. И так получилось, что всем нам, троим, приходилось периодически завозить ее на работу. Через некоторое время охранник офиса ей заявил, «С одним мужиком на трех разных машинах – понимаю. С тремя разными мужиками на трех разных машинах – понимаю. Но с тремя разными мужиками на одной и той же машине – не понимаю». Все истории в данной рубрике происходили с реальными людьми, которых я знаю лично или заочно, а некоторых не знаю совсем, но их знают те, которых я знаю лично или заочно. Присылайте свои истории, и они тоже появятся в данной рубрике. Если вам понравилось, не пожалейте лайка, ну и, конечно, пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!